В минувшие выходные в станице Анастасиевской прошел большой спортивный праздник. Там чествовали ветеранов спорта и победителей районного чемпионата по футболу. С подробностями мои коллеги. Субботним утром на стадионе Анастасиевского сельского поселения было многолюдно. Здесь прошло сразу три знаковых спортивных события. Стартовал праздничный день с открытия турнира по футболу памяти Василия Степановича Живтяка, который жил и работал в Анастасиевской и воспитал не одно поколение спортсменов. Участников турнира, а в нем приняло участие 12 команд из города и поселений, поприветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа, а также глава Анастасиевского сельского поселения Александр Семко. Вы представляете самый любимый вид спорта, миллионов людей, наш замечательный футбол. Я от всей души приветствую вас на 31-м открытом турнире, посвященном закрытию футбольного сезона. Здесь было много сказано добрых слову Василия Степановича Живтяке. Действительно, это и мой учитель был. У каждого здесь стоящих в судьбе и в жизни есть такие люди, которые определяют дальнейшую нашу с вами жизнь и нашу судьбу. Для нас Анастасиевцев, это был Василий Степанович Живтяк. Хочу вам пожелать на сегодняшнем турнире победы, дружбы, и чтобы этот турнир также продолжался оставаться традиционным. Во время торжественного открытия прошла акция «Память поколений», цель которой – рассказать подрастающему поколению о тех людях, которые развивали спорт на территории Славянского района многие годы. Ветеранам спорта Анастасиевского сельского поселения были вручены памятные футболки. На торжественном открытии также подвели итоги районного чемпионата по футболу среди любительских команд «Память Александра Кладя», который проходил на протяжении всего года. В итоге кубок победителя оказался в руках команды «Динамо». Чемпионом стала очень дружная команда «Динамо». «Динамо» гордается за первое место. На втором месте команда «Кубань» протокского сельского поселения на третьем «Олимп». После завершения торжественной церемонии награждения зрителей ждала череда превосходных футбольных матчей между участниками турнира «Памяти Василия Жевтяка». Борьба за победу продолжалась в течение двух дней. По итогам всех игр лучшей стала анастасийская команда «Олимп». На втором месте городская сборная «Славянск». На третьем – «Динамо». Славянский отдел МВД. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». «Олимп». Анна Мольд.